Навести порядок в сфере общественного транспорта сложно, но без этого никак. Прежде всего речь идет о безопасности. Ведь собираясь проехать остановку другую, пассажир должен себя чувствовать никак. На гоночной трассе как минимум комфортно. Статистика госавтоинспекции говорит сама за себя. Произвол в транспортной сфере угрожает нижегородцам. Если посмотреть цифры, то на сегодняшний день зарегистрировано ДТП по вине водителя автобуса. Рост составляет практически на 35%. Два человека погибли. Это на уровне прошлого года. И 161 человек получило ранения. Все мы помним те резонансы ДТП, которые на территории года происходили у нас. Это и Левский съезд, и Автозаводский район, где 30 сразу граждан получили ранения в различной степени тяжести. С начала года выявлена и масса нарушений среди водителей. Ездят пьяные, бесправ, что-то где-то не работает в автобусе или вовсе переделывают салон транспорта как хотят. Причем законов и строгих регламентов на сегодня просто не существует. Поэтому и произвол в сфере перевозок остановить не удается. Надежда лишь на уже принятый федеральный закон, который, правда, вступит в силу лишь в середине лета 2016 года. Федеральный закон, который наконец-то вышел, мы его очень давно ждали. В июле месяце 220 еще раз хочу сказать об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом Российской Федерации. Подтолкнуло к тому, чтобы все-таки его принять, масса происшествий дорожно-транспортных, резонансных, которые произошли в Российской Федерации в течение этого года. Проблема эта общая. И скажу так, что под этот федеральный закон в ближайшее время ожидается много еще нормативно-правовых актов, которые будут из него исходить. Сами перевозчики говорят, что на безопасность движения общественного транспорта влияют те, кто ездит по маршрутам нелегально. Таким образом бросают тень как на всех частников, так и на общественный транспорт в целом. Оказывается, сегодня слишком много в Нижнем Новгороде автобусов и маршруток. Нормальный интервал между прохождением продвижного состава автобуса вставляет по всем актам по нормам 8-9 минут. Вы посмотрите, что у нас сегодня. У нас на определенных маршрутах, хотелось бы, конечно, без именной фамилии, наверное, не получится. Вставляет 30 секунд. 30 секунд. Вы понимаете, автобус идет на 30 секунд. Город перенасыщен продвижным составом. Что это такое? Это безопасность дорожного движения. Автобус нормально не может подъехать к остановке. Нормально может объехать. Это называется нездоровая конкуренция. Со вступлением в силу нового федерального закона должен усилиться контроль за всеми маршрутами и перевозчиками. Тех же, кто начнет нарушать регламенты и пренебрегать безопасностью собственных пассажиров, ждут массовые штрафы. Планируется ввести даже некую базу данных на плохих водителей, которым в случае чего просто не дадут остаться в профессии. Новые правила в сфере общественного транспорта развяжут руки и всем надзорным органам. А значит, есть надежда, что уже с середины следующего года ездить в автобусах и маршрутках станет безопаснее.